Сегодня без купюр, без обреза, без фотошопа. Снимаем как есть, по краске. Видите, алюминиевый профиль, как наносится краска. Самое интересное, я вам расскажу, что балеров в России никто не учит. Нет училищ, институтов и так далее. Все это самоучение. Видите, он красит уже 10 лет. Профиль, голодные руки. Все маляры у нас практически по 10 лет. И маляров не найти, они на вес золота. Или растить самих. У нас еще есть два маляра, которые научились у нас сами, и у нас же работают еще. Можно сказать, на время отпуска или если кто заболеет. Покажу. Готовый профиль. Сейчас он остывает. Работа, я вам скажу, очень и очень тяжелая. В плане, что маляр, что подготовщики. Очень тяжелая работа, кропотливая и ответственная. Еще я вам скажу, вот смотрите. Видите результат? Все классно, красиво. А как этого добиться? Чтобы этого добиться, нужно... Это как... В общем, это в голове. Обратите внимание, сейчас я вам покажу. Маляр как наносит краску. Вот сейчас он наносит. Результаты он не видит. Если когда наносит жидкую краску, результат видно сразу. Здесь результат будет виден только, когда она выйдет снизу замена. Поэтому тут очень нужен профессиональный маляр. Чтобы знать, как наносить, сколько наносить, какой слой. Потому что это все рука, рука профессионал. Если где чуть меньше нанес, все не прокрас. Чуть больше шагрень пошла, наплыв и так далее. По полу. Подготовщики так. Если подготовщик плохо подготовил поверхность, краска может отслоиться просто. Увалиться. Поэтому тут бригадный подряд все друг от друга зависит. Сейчас подготавливаю. Упаковывать. И будет складываться. Покажите класс, как упаковывать. Профиль, видите? Вот тут уже виден результат. Чтобы не было мусора, не было шагренья, наплывок. Это не так просто. Отказываем работу без купюр, без отреза. Не режем. Пока не складывается. Вот короба готовы, покрашены, упакованы. Видите? Вот панели на медкабинетах разгружаются. Двери. Двери. Передаточный бокс. Видите? Одно. Передаточный бокс. Вот так вот. Вот так пакуется каждый профиль. Двери. Сначала один, потом второй приматываем. Видим. Двери. Витя. Витя даже не открывает профиль. Сначала. Женя. А сейчас что он будет красить у нас? Видя. А после этого? Да. Витя. Прикрасил. Витя. 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 Так что вот. Коти плит сам говорил. Еще раз напоминаю, почему перешли на циркованную трубу. Вот смотрите, рядом. Вот горячий металл. Это горячий катер. Раньше, когда я в сторис выкладывал, брали тоже черную трубу, красили жидкорем. Почему горячую? Потому что на ней лучше ложилась краска жидкая. Она была с ингибиторами пожарчей и ложилась лучше. Вот. Почему мебельщики все применяют холодную? Это потому что красят полимер. Поэтому мы перешли на цинк. Даже не на холодную катку, а на цинк. Чтобы была двойная защита. Тут самые опасные места в наших теплицах это швы сварные. Вот видите, вот этот шов зачищенный. В них только может появиться там очаги коррозии. Но здесь везде нигде не может появиться. Вот так вот. Вот смотрите, у нас кликнется. Парни, если будет десятого монтажа, сниму видео. Над бассейном. 3,60 на 5,18. Вот такие палки огромные. И плюс пополучка. Над бассейном. Передумывать. Попробуем. Так что вот. Вот так вот. Все вам про полимерку рассказали. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Смотрите. Колесо вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.